всем привет меня зовут владимир мирников я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про устройство авто сегодняшняя тема классификация выдвижного пассажирского состава и вот собственно как в целом все это выглядит о чем мы сегодня будем говорить но прежде чем начать основную часть данное видео хотелось бы напомнить или попросить вас чтобы вы подписались на мой канал на теориту рад также на мой второй канал авторский канал владимир мирникова и на канал моего друга на свалке истории григория белоусова он его канал интересен тем то что он рассказывать про автомобили вот и он может дополнить эту информацию которую я мог бы упустить так что прошу заглянуть и к нему на канал ссылки соответственно будут в описании к видео следующие прошу пишите комментарии если есть у кого-то какие-то вопросы или наоборот есть какие-то предложения по улучшению данного контента моего канала или еще какие приложения дальше кстати пальцы вверх прошу об этом не забывать добавились ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад вконтакте в инстаграм youtube и так далее я можешь сказать в разных соцсетях также прошу обратить ваше внимание на подсказки которые периодически сплают в начале середине и в конце видео также на них какать нажимать на вариант ответов чтобы я знал куда мне дальше двигаться также поставьте пожалуйста колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео ну из этого все соответственно все ссылки соответствующие будут в описании к видео ну приступим к основной часть данного видео и это легковые автомобили выпускают дорожные и повышенной проходимости наибольшей классификации по массе не снаряженного авто и рабочему объему двигателя то есть что с что это было написано такой за умный текст в этих двух строчках то есть существует в легковом классе авто а два вида скажем так два вида легковых автомобилей первый это тот который ездит собственно по дорогам то есть по дорожному полотну а второй это повышенной проходимости то есть по бездорожью на это может быть например вас 2121 него то есть этот трехдверные пятидверные и так далее и последующие ее сказать варианты компоновки вот это первая строчка вторая строчка а вторая строчка обозначает то что легковые автомобили различают по максимальной мощности двигателя и по легкости собственного культа кузова ну чтобы ответить на второй вопрос я привел в качестве примера табличку чтобы попонятнее рассмотреть данный вопрос она состоит из пяти столбов и каждая она доименовывается это класс автомобиля индекс предельный рабочий объем значение масс не снаряженного в том сфера использования так первое это особо малый индекс 11 о чем я собственно рассказывал в своем предыдущем видео то есть что обозначает индекс то есть значение слова индекс и ее нумерацию первая цифра обозначает вес имеется виду тот вес который может увести сама машина а не ее личный вес по цифра 1 значит до полторы тонны то есть это тонна 200 если быть точнее вторая цифра обозначает вид вид груза авто то есть как бы сказать ну проще говоря это легковушка вот дальше предельный рабочий объем до 1 целый 1 10 литра значение масс не снаряжена авто до 800 килограмм сфера использования индивидуальный ну и и что тут всплывает это проще говоря а к дальше малый 21 то есть вес может ввести от полторы тонны до двух тонн кузов соответственно легковой предельный рабочий объем варьируется от полтора лет то есть от один один литра до 1 и 8 литра значение масс не снаряженного автомобиля варьируется от 800 килограмм до 1150 килограмм средний 31 так это значит у нас идет вес аду до 8 тонн кузов все также легковой если малый 21 на сразу всплывает в памяти вас 21 там какой-то там неважно задний привод передний привод то есть как например копейка восьмерка полный привод это у нас может считаться него вас 212121 вот так средний 31 предельный рабочий объем варьируется от 1 и 8 до 3 и 5 литра значение масс не снаряженного автомобиля варьируется от 1150 килограмм до 1900 килограмм сферы используя индивидуальный и служебный и далее идет большой 41 то есть 4 от 8 до 14 тонн вторая цифра все также единичка то есть легковой передний рабочий объем свыше трех с половиной литра значение масс не снаряженного автомобиля соответственно свыше 1900 килограмм и сферы использования уже определенно служебный и высший то есть свыше 41 уже не регламентируется вот в общем как то так компоновка легкового авто подразделяется на классику то есть задний привод отсюда пошло такое новое молодежно-социальное общество как боевая классика об этом вы можете спокойно найти в любом другом интернет источники я же говорю о самой сути далее идет на передний привод а также на полный привод это может быть в качестве примера опять-таки говорю нива передний привод уже идет начиная от вас 2108 проще говоря семейство самар потом идет самара 2 и потом идет уже семейство лады приоры и последующие ее с контакт семейства и скоток чтобы был не один пустой текст я привожу пример картинки на картинке слева вы можете видеть о ком то есть это особо малый класс что по весу что по двигателю дальше идет малый класс это вас 2101 просто народе просто копейка вот она мало не только скоток по весу своем классе и двигателю она еще также мало по габаритам далее идет уже передний привод и опять таки передний привод в самом классе насколько я помню восьмерка ну чуть чуть потяжелее будет будет чем задний привод и после ее последующие семейства вот и по габаритам она будет чуть чуть побольше насколько я знаю самый легкий кузов у вас 2113 в просто народе просто тренажка у нее габариты чуть чуть вообще она такая же как и восьмерка по кузову но по габаритам она чуть чуть меньше там на сантиметр 2 если я точно помню там нужно смотреть прям габариты есть может спокойно найти в интернет-источниках вот по кузову она точно весит 950 килограмм я знаю точно так как являюсь сам владельцем такой автомобиль в такого автомобиля и буквально на днях так училась что возил металлолом и заезжал на скажем так большие весы и я собственными глазами видел то что мой автомобиль что каскать пустой он весит 950 килограмм то есть это когда я уже металл выгрузил и взвесил пустой автомобиль вот так что из семейства так переднеприводных автовазов вас 2113 является самой легкой и малой по габаритам и может быть по двигателю двигатель скажем так это вообще маленькая отдельная тема о чем я буду рассказывать в будущем вот и собственно третий вариант это средний класс то есть идет уже с индексом 31 там может быть первые две цифры 31 с последующие там 21 то есть простонародье просто волга то есть семейство волк вот и я в качестве примера привел волгу 21 это относится к среднему классу она является по габаритам определенно больше чем мака чем семейство вазов вот соответственно по двигателю она тоже будет побольше если допустим автоваз только заканчивает на 18 литровый двигатель то у нее это только начинается и заканчивается на трех с половиной далее ну и соответственно у нее собственный вес большой и она может увести на себе больше больше груза или пассажиров вот и кому что нравится вот тем конечно маленькая простенькая но я хотел сказать рассказать как можно более важной информации которую вы можете встретить в интернет источниках или так и тому подобное вот на этом все всем спасибо опять таки пожалуйста не забывайте подписываться на мой канал на 1 теоритор от нам и 2 авторский канал владимира мельникова потом на канал моего друга на свалки истории мой друг и рассказывать очень интересную информацию про историю автомобилей какими они были какими они стали и тому подобное также пишите свои комментарии если есть к его кого какие-то предложения или замечание и тому подобное также ставьте пальцы вверх пожалуйста об этом не забывайте также добавляясь ко мне в различные соцсети я лично этом буду очень рад далее обращайте внимание на подсказки которые сплают в середине в конце и начале видео а также поставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео но на этом все всем спасибо и до новых встреч